Азербайджан и Армения 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 существует страшное психическое заболевание. Есть недоброжелатели, которые говорят, что Карабах никогда не будет частью Азербайджана. Эти люди – настоящий позор для страны. В мире нет дураков. Сколько самообмана. Я думаю, что умственная отсталость проявилась у этих людей в раннем возрасте. Возможно, они сексуально озабочены, возможно, их били в детстве. Может быть, родители отбирали у них конфеты и отказывались с ними играть? В результате это повлияло на их психику. В итоге мы имеем огромное количество бунтарей. Вредоносные. О какой национальности вы говорите? Три миллиона армян в Армении? Не смешите меня. В мире всего 200 тысяч армян. Те, кто живут в моем дворе, не армяне, а настоящие индусы. Кажется, что они и есть индийцы. Весь Иреван полон индусов. Армяне открывают каналы на ютубе, где психопаты делятся глупыми идеями. Они в один голос повторяют, что Турция скоро будет уничтожена. Говорят, что Иисус Христос придет в Армению и всем поможет. И придет не один, а со своей новой армией. Позвольте задать вам вопрос, была ли у Иисуса старая армия? Они всегда говорят глупости об Азербайджане и Турции. Этим нелепым заявлением верят. Сотни комментариев под видеороликами этих психопатов повторяют эту чушь. В конце концов, бредни о Великой Армении оставят вас без родины. Число тех, кто хочет примирения и мира, растет. Особенно это настроение ярко выражено в приграничных с Азербайджаном селах. Журналисты посетили приграничные с Газахом районы, чтобы узнать, что думают о своем будущем жители, незаконно использующие территорию Азербайджана в качестве пастбища посевов. Раньше в этом белом доме проходили встречи между азербайджанцами и армянами. Я сам принимал в них участие. На другой стороне озера у нас есть участки земли. У азербайджанцев тоже есть здесь земля. Мы должны договориться о территориях. Раньше у нас были хорошие отношения с азербайджанцами. Лучше наладить отношения с помощью России. Никто не виноват в том, что с нами произошло. Наше правительство делает все для мира. Я верю, что мы его достигнем. Они встречались несколько раз. Никто не знает, что произойдет в итоге. Такие встречи радуют нас. Но мы неудовлетворенно достигнутыми договоренностями. Новость о переговорах вызвала возмущение среди армян. Очевидно, что оппозиционные партии серьезно обеспокоены. Я уверен, что они обсуждали как вопрос делимитации границы, так и вопрос азербайджанских анклавов. Азербайджан говорит, что их анклавы находятся под оккупацией Армении уже 30 лет, и Армения должна выплатить компенсацию. Одной из компенсаций может стать то, что деревня Арцвашен, Башкент, останется под контролем Азербайджана. Обе стороны согласны с тем, что на территории Армении есть азербайджанские анклавы, и эти земли должны быть под контролем Азербайджана. Если бы Армения не признавала территориальную целостность Азербайджана, включая анклавы, ничего бы этого не произошло. Мы говорим о советском Азербайджане. Логично ли проводить границы, используя такие карты, когда такого государства, как советский Азербайджан, уже не существует? Что может помешать Армении представить другие карты и использовать их для проведения новых границ? Никол Пашинян все равно может подписать какой-нибудь документ о том, что эти анклавы принадлежат Азербайджану. Это опасный сценарий для Армении. Почему? Потому что в будущем, если он не захочет отдать эти анклавы Азербайджану мирным путем, может начаться новая война. После потери Карабаха логика нашей борьбы изменилась. Теперь мы боремся за свое достоинство. Человек, который считает мою родину территорией Азербайджана, не имеет права быть главой государства. Я имею в виду Никола Пашиняна. Такой человек не должен считать себя армянином. Это правительство должно быть наказано по всей строгости законов. Мы должны сделать все возможное, чтобы лишить его власти. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы граждан в прямом эфире, также прокомментировал вопрос об анклавах Азербайджана. Мы заявляем о своем суверенитете над Арцвашеном. Азербайджан поднимает вопрос о своих анклавах Де Юре. Как только мы поднимаем вопрос об Арцвашене, Азербайджан в свою очередь поднимает вопрос об анклавах, которые существуют в соответствии с их характеристиками, картами и решениями СССР? Все ли в Армении хотят мира и готовы к нему? Очевидно, что армяне, которые на протяжении двух веков занимали враждебную позицию по отношению к Азербайджану, не готовы к процессу исцеления и принципам нормального и мирного существования. Армянская церковь, политики и интеллектуалы, строящие свое будущее на основе конфликта с соседями, выступают с антимирными заявлениями. Установление мира в регионе может положить конец их деятельности, то есть конец попрошайничества для борьбы. Поэтому они без излишних колебаний призывают к миру в обществе. Глупые призывы глав церквей Гюмри и Ширака свидетельствуют о том, что они обеспокоены потерей финансовых источников. Война не закончена. Она продолжается. Прошло три года с момента подписания Армении акта капитуляции. В Армении до сих пор царят стыд и позор за череду поражений. Сохраняется ужасная морально-психологическая обстановка. Люди покинули свои земли, на которых они жили пять тысяч лет. Я имею в виду Карабах. Это самая большая трагедия. Вы говорите, что есть армяне, которые не переживают из-за потери Карабаха. Это генетически больные люди. Я всегда говорил, что не все, кто носит армянские фамилии, являются армянами. Как такие существа могут называться армянами? Они просто бессовестные предатели. Сегодня правительство Армении делает заявление о перекрестке мира. Сегодня Азербайджан преподносит нам хороший урок. Когда мы победили в 1994 году, мы должны были захватить больше земель. Теперь Азербайджан требует возвращения анклавов и возвращения азербайджанцев в Армению. Наше правительство все еще говорит о перекрестке мира. О каком мире мы говорим? Это просто бред. Без примирения между двумя народами мира не будет. Однако все мосты примирения разрушены. Мир был бы достигнут, если бы Карабах остался у Армении. То есть мы бы вернулись к своему статусу 1988 года. Азербайджанцы вернутся в села и города, где они жили до Первой Карабахской войны. А армяне вернутся в Гянджу, Баку и другие места. Победившая сторона может требовать мира без примирения. Но проигравшим просто стыдно об этом говорить. Они психически больны. Сегодня азербайджанцы говорят, что вернутся в Армению не на танке, а на машине. Я вас уверяю, что Хаястан в скором времени превратится в Ирменистан. Азербайджанцы более дальновидные, чем наши руководители. Если бы прежнее правительство заставило Азербайджан заключить мирный договор с Арменией в 1994 году, то все это не случилось бы с нами сегодня. Они не должны оставлять это бремя будущим поколениям. Во всех наших бедах виноваты прежние власти. Что нужно сделать, чтобы выйти из этой ситуации? Нам нужно повысить свою обороноспособность и иметь гораздо более сильную армию, чем у наших соседей. Это возможно. Возможно ли это, особенно учитывая силу и способности нашего народа? К сожалению, это нереально. Некоторые говорят, что если они будут продолжать в том же духе, то будут хорошо жить и зарабатывать деньги. Конечно, они будут жить хорошо, но у нас больше не будет родины, мы не будем нацией. Мы были на пути к тому, чтобы стать нацией, но не смогли. В конце концов, получится так, что мы оставим азербайджанцам все, что у нас есть и уедем отсюда. Трагедия в том, что все это происходит в условиях так называемой государственности. Как будто у нас два государства. Одного государства стало недостаточно, мы построили еще одно. Наши два государства были позорно повержены. Самое страшное, что этим поражением и унижением нет конца, и это устраивает наш народ. Простые жители тоже в недоумении. Я думаю, для этого нам нужно больше времени. Жить в мире сейчас не получится. Наши раны еще свежее и еще не зажили. Азербайджан – страна победитель. Как я говорила ранее, жить бок о бок с азербайджанцами пока будет очень трудно. На это нужно время. Конечно, нет. Мы не сможем жить бок о бок в мирных условиях. Алиэн Симонян говорит, что мы сможем жить в мире с азербайджанцами. Поживем и увидим, что произойдет. Мы христиане, а они мусульмане. У нас разные религии и убеждения. Мы не сможем жить в мире. В России армяне и азербайджанцы живут вместе. Думаю, они смогут сделать то же самое и здесь. Разве они не люди? Почему не смогут жить? Почему армяне, азербайджанцы, русские, грузины могут жить в мире в России? Все страны воевали. Есть ли сегодня страны, которые строят высокие стены, чтобы не общаться со своими соседями? Нет, конечно, такого нет. Прошло слишком мало времени после окончания войны. Люди со временем успокоятся. Все люди прошли через войну. Мы не исключение. Как я уже сказала, нам нужно время. Хотим ли мы ухудшить свое положение? Хотим ли постоянно находиться в блокаде? Хотим ли мы ни с кем не общаться, не вести торговлю? Хотим ли мы умереть в своих границах вдали от всех? В такой ситуации жить невозможно. Даже в древние времена люди торговали и общались друг с другом. Что мешает нам жить в мире? Что усложняет это? Армянское общество пока не готово к миру с Азербайджаном. Основными виновниками препятствия этому являются церковные деятели, лидеры диаспоры, сидящие за рубежом и снабжающие деньгами, а также политики и общественные деятели с отравленными мозгами. Армянская интеллигенция, которая всегда находится на переднем фланге подстрекательства, на данном этапе хочет промолчать или отвлечь внимание. Однако среди армян есть те, кто считает, что если не будет мира с Азербайджаном, то они окажутся в тупике и отстанут в развитии. Те, кто хочет, чтобы Армения существовала как государство, должны стараться для скорейшего заключения мира с Азербайджаном, мирного возвращения анклавов и восстановления прав западных азербайджанцев, изгнанных из родины для возвращения их на родные земли. Армения сможет существовать как государство, если сумеет смести с пути Кач-Назаров и сделать выбор в пользу строительства здорового и не моноэтнического, а цивильного государства.